Здравствуйте, уважаемые коллеги! Мне очень приятно, что мы с вами в эфире. Это достаточно новый, непривычный формат для меня персонально. Мы здесь, в технологическом центре нашей компании, в Академии ДТЭК, в таком особом формате, но, наверное, с очень важными заявлениями, месседжами и приглашением к дискуссии. Достаточно давно был мой пресс-брифинг и пресс-конференция, и, наверное, пришло время компании ДТЭК рассказать о том, что происходит в отрасли, о том, что происходит в нашей компании, как мы живем в этих особых условиях и как мы видим дальнейшее развитие ситуации. Сегодня в компании ДТЭК работает 70 тысяч человек. 70 тысяч человек, за которых мы несем ответственность, которые являются самым главным активом нашей компании. И сегодня мне вдвойне обидно, что такие сложные решения приходится принимать сегодня. К сожалению, сегодня кризис в нашей отрасли вызван внутренним врагом. А внутренний враг – это безответственность, непрофессионализм, популизм. Те вещи, которые за последние 9 месяцев привели энергетическую отрасль к системному кризису. И сегодня хотелось бы поговорить об этом. Летом 2019 года принималось важное решение для нашей отрасли. То решение, которое мы ждали более 10 лет – это либерализация рынка электроэнергии. То есть тогда были большие дебаты, были сторонники, были противники. Наша компания последовательно выступала за либерализацию рынка электроэнергии, за открытой, за конкурентную среду. Активная поддержка была наших европейских партнеров, проектных офисов, которые готовили эту реформу. И в итоге, в 1 июля 2019 года, мы перешли к новой работе энергорынка. Открытой работе. И первые 2-3 месяца мы получили из скептиков больше единомышленников в том, что это нужная реформа, это важная реформа, она должна была пройти. Это дает намного больше возможностей для рыночных факторов, которые определяют и цену на электроэнергию, и цену на уголь, и загрузку мощностей и так далее. Однако, где-то с августа прошлого года мы начали замечать постепенное желание поуправлять рынком, принимать непродуманные решения по ограничениям, которые формировались на рынке. И мы говорили, что энергетическая отрасль очень инертна. Это отрасль от успешности работы, которой зависит успешность экономики и в целом развитие Украины. И мы предупреждали, что очень важно не дотрагиваться до рынка, не продумав будущие последствия. И, к моему большому сожалению, мы не были услышаны. И сработал тот принцип домино, о котором мы говорили. Может быть, незначительные одно, два, три решения привело в итоге к цепной реакции и к той ситуации, в которой мы оказались.